Они произвели рубку полностью этого дерева, отпилили макушку. И остальное бросили. Видимо, так спешили, что не стали заморачиваться и угробили целую сосну ради красивой макушки. Сергей Алфёров с коллегами подоспели в момент загрузки деревьев в УАЗик. Большие деревья до двух метров доходили, которые были увязаны, погружены в автомобиль и готовились к транспортировке. Нажиться на деревьях к новогоднему празднику, несмотря на большие штрафы, желающие находятся каждый год. Но лесные инспекторы уже знают в своих владениях все места, куда могут забраться воры. Совместные рейды с полицейскими и казаками выходят в день по несколько раз. Пусть Быстрянский станичный атаман Александр Денисенко патрулирует лично, ведь этот лес сажали и его предки. Основным четверо участковые всегда с нами. Делимся по группам. Эти туда, эти туда. Встали, слышим. Где-то рубят, оголили, пили. Уже слышно. Зашли, окружили там. Установим сейчас фотоловушку, которая нам покажет нарушителя обязательно. Фотоловушки расставлены по всему лесу и очень помогают при патрулировании. Малейшее движение и на телефон моментально приходит сообщение с фотографией. Так заметили и браконьера, о котором только что рассказали. Жаль, не успели взять до рубки. 13 деревьев сгубил. Больше просто не помещалось в автомобиль. И все не на продажу. Для себя, заверил лесоруб полицейских, ущерб лесу около 30 тысяч рублей. Возраст сосны определяется по мутовкам. Это место, откуда растут ветки. То есть, судя даже по рядом стоящему дереву, срубленное, растили около 11-12 лет. И хочу сказать, что овчинка выделки совсем не стоит. Даже одно срубленное просто для себя дерево обойдется браконьеру, ну, примерно, как импортная ель, около 7 тысяч рублей. А 13 штук – это еще и уголовное дело. По статье «Незаконная вырубка штраф» с 1 декабря вырастает вдвое. В 2017 году на территории, также в Камерском международном отделе, было выявлено три факта незаконной рубки. Там ущербы составляли сотни тысяч рублей. Привлекли к уголовной ответственности. В этом году пока единственные. Мы в последние годы активно работали по воспроизводству лесов. Ежегодный объем посадки у нас составлял от полутора до 1200 гектаров. В этом году мы 1200 гектаров высадили леса. Поэтому у нас, молодой стасны, достаточное количество. И наша задача, конечно, сберечь. Сберечь ее летом от пожаров, а зимой от нарушителей, которые ее нещадно вырубают. Усиленные патрули будут охранять леса до самого Нового года. Так что перед походом на бизнес-охоту с топором нужно лишний раз подумать, а стоит ли портить деревья и самый добрый праздник. Марина Черных, Анатолий Рашевский, Дом-24, Усть-Донецкий район.